Сборная России Гарантировали досрочные победы. Все решилось в принципиальном противостоянии со швейцарцами в последний игровой день. В отличие от прошлого года, победа далась лишь в овертайме. Победную точку поставил гол Юрия Крашенинникова. 3-2. Российские футболисты подтвердили свою непобедимость на московском песке и приблизились к очередному суперфиналу Евролиги. Ну, в большей степени было все неплохо. Единственное, мы сегодня немножко так физически, как мне кажется, просели. Полтора периода играли хорошо, потом ребятам было уже тяжеловато. Возможно, это связано с тем, что вчера играли в «Семером», сегодня играли в «Семером». И очень большая нагрузка легла на наших футболистов. Но справились, достигли результата, это самое главное. Ну, на самом деле, да, Швейцария очень хорошая команда. Наверное, немножко сил нам не хватило. Вчера так очень энергозатратно с поляками побегали. Видимо, много сил оставили. Поэтому сегодня, наверное, чуть-чуть не хватило силённых. В каких-то моментах по хладнокрови надо было сыграть, отдать пас. Но на фоне усталости спешили, били поворотом. То, что своей личной игрой доволен в этом матче и в этом турнире. Ну, в целом, да, на три с плюсом, наверное. У меня там определённые проблемы были со здоровьем перед этапом. Хочется огромное спасибо сказать доктору, нашему штабу, массажисту. Поставили на ноги. В принципе, думаю, что сыграл достойно. Буду набирать дальше форму. Впереди ещё важная игра. Вы лучший вратарь турнира. Своей игрой полностью доволен? Нет, не особо полностью доволен. Я и удивлён, почему я лучший вратарь турнира. Я сыграл. Первую игру я не играл. Вторую игру я полтора тайма сыграл. И сейчас тайм. Не знаю, с чем связано. Если не вы, тогда кто должен был стать? Я думаю, Иван. Ну, где-то через месяц, в конце августа, у нас второй этап Евролиги в Германии. Хорошо, что мы сделали задел. Восемь очков у нас уже есть. И будем смотреть, как будут выглядеть футболисты в матчах за свои клубы в Чемпионате России. Там, соответственно, выберем тех, кто поедет в Германию защищать цвета сборной. Ну, а дальше у нас уже суперфинал в Сардинии в начале сентября, где мы узнаем, готовы ли мы стать первой командой в Европе, которая шесть раз выиграет Евролигу.